Глубоко уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрим два базовых режима, которые мы будем использовать при развитии респираторного дистресс-синдрома у взрослых, при наличии рестриктивной патологии легких. Это два основных режима, которые есть во всех аппаратах искусственной вентиляции легких. Вентиляция по объему и вентиляция по давлению. До того, как приедет пациент, желательно осуществить предварительные настройки дыхательного аппарата. Мы выставляем частоту дыхания, она должна составлять 15-16 в минуту. Мы выставляем дыхательный объем 500 мл, пиковый поток или, как его называют, инспираторный поток 60 литров в минуту и инспираторную паузу 0,3-0,4, для того, чтобы соотношение вдоха к выдоху было 1 к 2, 1 к 2,5. ПДКВ 5 см водного столба и 100% концентрацию кислорода. Это необходимо для того, чтобы быстро подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. После того, как пациент поступил в отделение интенсивной терапии, и мы подключаем больного к искусственной вентиляции легких, мы должны выставить у пациента идеальную массу тела. Для того, чтобы установить, какая идеальная масса тела, в первую очередь мы должны знать рост пациента, поскольку объем легких у пациента зависит не от его массы тела, а он зависит от роста пациента. Чем выше пациент, тем его легкие больше. Поэтому существует очень много различных трудоемких формул для вычисления идеальной массы тела, но, на мой взгляд, оптимальной является следующее. Рост пациента выраженный в метрах, возведенный в квадрат и умноженный на 22. Например, у нас взрослый пациент, рост метр восемьдесят. Мы 1,8 умножаем на 1,8 и умножаем на 22. Идеальный вес пациента у нас будет равняться 72 килограмма. Мы и выставим эти 72 килограмма на дыхательном аппарате. Затем мы включаем компенсацию эндотрахеальной трубки, вводим размер эндотрахеальной трубки и длину эндотрахеальной трубки. И принимаем размеры. После этого мы должны рассчитать, каким же дыхательным объемом мы будем вентилировать нашего пациента. Согласно современным концепциям, у пациентов с рестриктивной патологией легких, у пациентов с респираторным дистресс-синдромом предложена легочно-протективная стратегия. Она включает в себя использование низких дыхательных объемов от 4 до 6 миллилитров на килограмм идеальной массы тела. В нашем случае у пациента с идеальной массой тела 72 килограмма и ростом 1,8 метра, дыхательный объем 6 миллилитров на килограмм будет составлять 420 миллилитров. Поэтому мы выставляем 420 миллилитров на мониторе. Вторым важным моментом будет расчет минутного объема дыхания у пациента. Минутный объем дыхания вычисляется по простой формуле. Идеальная масса тела в килограммах умноженная на 100. Поэтому целевой дыхательный объем у такого пациента будет 7 литров в минуту. Для того, чтобы рассчитать, с какой частотой необходимо вентилировать пациента, мы должны минутный объем дыхания разделить на дыхательный объем. Если мы разделим минутный объем дыхания 7,1 литр на 420 миллилитров, то мы получим цифру 16-17 раз в минуту. Второй очень важный аспект – это выставить инспираторный поток. Если пациент поступил уже в состоянии миорелаксации, то мы имеем право выставить низкий инспираторный поток. Чем инспираторный поток будет ниже, тем более равномерно будут вентилироваться легкие. Кислородовоздушная смесь будет равномерно распространяться по всей легочной поверхности. Поэтому у релаксированных пациентов целесообразно выставлять инспираторный поток от 40 до 50 литров в минуту. Если у пациента есть попытки спонтанного дыхания, для того, чтобы не было инспираторного голода у пациента, пиковый поток необходимо выставлять выше – 60 литров в минуту. Затем очень важный аспект – это инспираторная пауза. В легочно-протективной стратегии у взрослых пациентов считается, что оптимально вентилировать соотношением вдох к выдоху 1 к 1 до соотношения 1 к 3. На мой взгляд, при рестриктивной патологии легких необходимо соблюдать соотношение вдоха к выдоху 1 к 2 – 1 к 2,5. Поэтому на мониторе дыхательного аппарата мы выставляем инспираторную паузу, которая у нас будет составлять от 0,3 до 0,4 секунд. Удлиняя инспираторную паузу, мы таким образом удлиняем продолжительность вдоха и распределение кислорода-воздушной смеси будет более равномерно по всей поверхности легких. Следующий шаг – это установление оптимального положительного давления в конце выдоха и концентрации кислорода в кислородовоздушной смеси. Поэтому, ориентируясь на показатели сатурации у пациента, мы начинаем вентилировать пациента с фракцией кислорода 30%. При этой фракции кислорода мы подбираем оптимальное положительное давление в конце выдоха. В данном случае положительное давление в конце выдоха будет составлять от 5 до 6 сантиметров водного столба. И еще важный момент – это установить триггер потока. Триггер потока в дыхательных аппаратах может устанавливаться либо по давлению, которое создается в контуре при дыхательных попытках пациента, либо же по потоку. В зависимости от того, сколько из контура дыхательного аппарата поступает в дыхательные пути больного, можно выставить триггер потока, но в большинстве случаев он составляет от 1,5 до 2 литров в минуту. Если на фоне данных параметров искусственной вентиляции легких на протяжении 10-15 минут мы не достигаем целевых уровней сатурации 88-95%, то мы должны увеличивать как положительное давление в конце выдоха, так и фракцию подаваемого кислорода. За какими же параметрами мы будем следить, проводя искусственную вентиляцию легких в режиме по объему? Первая и достаточно важная величина – это создаваемый минутный объем дыхания. Минутный объем дыхания – контролируемая величина, которая должна совпадать с вашими расчетными значениями. Если контролируемая величина с расчетными значениями не совпадает, необходимо определить, есть ли утечки в дыхательном аппарате. Поэтому в большинстве аппаратов искусственной вентиляции легких есть опция, которая называется утечка. В норме она должна быть до 5%. Если утечка превышает 5%, необходимо оценить герметичность контура дыхательного аппарата или утечки вследствие негерметичности манжеты. Следующей величиной, которая контролируется в вентиляции по объему, является пиковое давление. Пиковое инспираторное давление показывает, какая же жесткость легких. Пиковое инспираторное давление в норме не должно превышать 35 см водного столба. Не менее важной величиной является давление плата. То есть это давление, которое создается при уравновешивании поступления кислорода-воздушной смеси в дыхательные пути. И при вентиляции по давлению оно не должно превышать 30 см водного столба. Еще одной важной величиной, которую мы будем контролировать во время проведения искусственной вентиляции, является частота дыхания. Мы должны постоянно сравнивать, насколько отличается частота дыхания, которая выводится на экране величин, с частотой дыхания, которая задана нами. Это будет свидетельствовать о том, есть ли попытки спонтанного дыхания у нашего пациента. Или же аппарат искусственной вентиляции легких может продемонстрировать это другим цветом. То есть принудительная вентиляция обозначается красным, спонтанные попытки дыхания обозначаются желтым. В данном режиме вентиляции каждый спонтанный вдох пациента аппарат поддержит с дыхательным объемом 420, с инспираторным потоком 60 и с паузой вдоха 0,53. Мы внимательно следим за сатурацией пациента. Если сатурация нашего пациента не достигает целевых величин 88-95%, мы работаем в режиме управления оксигенацией. Это уровень положительного давления в конце выдоха, и это фракция кислорода во вдыхаемой смеси. Если в течение 15-20 минут уровень сатурации не возрастает, мы увеличиваем положительное давление в конце выдоха на 2 см водного столба, и, соответственно, мы увеличиваем фракцию кислорода во вдыхаемой смеси на 10%. Положительное давление в конце выдоха является основной силой, которая раскрывает альвеолы, которые находятся в спавшемся состоянии. Это позволяет вовлечь неработающие альвеолы в процесс дыхания. И именно это давление будет поддерживать альвеолы в раскрытом состоянии и предупреждать их повторный коллапс. Чем хуже оксигенация у пациента, тем выше должен быть уровень положительного давления в конце выдоха. Если сатурация пациента не поднимается в течение 20 минут, мы увеличиваем на 2 см положительное давление в конце выдоха, и мы увеличиваем фракцию кислорода во вдыхаемой газокислородной смеси. Но следует помнить, что кислород вызывает оксидативное повреждение альвеолы, и не все фракции кислорода, особенно высокие фракции кислорода, являются токсическими. И если в течение 20 минут сатурация у пациента не возрастает, мы увеличиваем уровень положительного давления в конце выдоха до 12, а фракцию кислорода во вдыхаемой смеси до 60%. Фракция 60% является уже небезопасной для поврежденных альвеол. Поэтому в дальнейшем мы будем работать положительным давлением в конце выдоха. Относительно положительного давления в конце выдоха считается, что безопасным для пациентов с респираторным дистресс-синдромом является уровень от 10 до 14 см водного столба. Если уровень положительного давления в конце выдоха превышает 14 см, будьте внимательны относительно развития как расстройств гемодинамики, поскольку снижается венозный возврат, нарушается сократимость левого желудочка, и у вас высокое положительное давление в конце выдоха может сопровождаться выраженными расстройствами гемодинамики. Второй немаловажный момент. Если мы используем положительное давление в конце выдоха выше 14 см водного столба, то может развиться также баротравма легких вследствие перерастяжения здоровых альвеол и развитие напряженного пневмоторакса у пациента. Более жесткие легкие в ряде случаев требуют более высокого уровня положительного давления в конце выдоха. 16, 18, иногда 20, но к этому подъему положительного давления в конце выдоха необходимо подходить крайне осторожно. Если давление плата на дыхательном аппарате будет превышать 30 см водного столба, а мы не достигли адекватной оксигенации, то есть уровень сатурации меньше чем 88%, следующим шагом у нас будет уменьшение дыхательного объема для того, чтобы можно было выставить более высокий уровень положительного давления в конце выдоха. Что мы будем делать, если на мониторе дыхательного аппарата давление плата будет превышать 30 см водного столба? Это достаточно грозный знак, который говорит о том, что необходимо снижать дыхательный объем у пациента. Уровень положительного давления в конце выдоха мы после того, как снизим дыхательный объем пациента, сможем увеличить на 1 см водного столба. Поэтому мы вновь должны пересчитать дыхательный объем нашего пациента. Теперь мы будем вентилировать нашего больного не 6 мл на килограмм идеальной массы тела, а 5 мл на килограмм идеальной массы тела. И в пересчете на идеальную массу тела 72 кг дыхательный объем составит 350 мл. После того, как мы уменьшили дыхательный объем нашего пациента, мы должны проверить минутный объем дыхания. То есть для того, чтобы сохранять стабильный минутный объем дыхания, мы соответственно должны увеличить частоту дыхательных движений. Мы делим наш идеальный минутный объем дыхания 7,1 литр на 350 мл и получаем цифру 20. При этом мы мониторируем постоянно минутный объем дыхания пациента. В этом случае мы имеем право увеличить положительное давление в конце выдоха на 1 см водного столба. При этом мы снова внимательно следим за показателями артериального давления пациента и частотой сердечных сокращений. Если все же у нас давление плата сохраняется высоким, 30 и выше см водного столба, следующим шагом будет вновь уменьшение дыхательного объема пациента. Теперь мы его будем вентилировать с дыхательным объемом 4 мл на килограмм идеальной массы тела. Если мы пересчитаем 4 мл на килограмм и умножим на 72, мы получим цифру 280. Для того, чтобы сохранять стабильный минутный объем дыхания, мы, соответственно, должны увеличить частоту дыхательных движений. И у такого пациента, разделив 7,1 литр на 280 мл, мы получим цифру 25. При таком режиме вентиляции и при таких низких дыхательных объемах желательно постоянно контролировать кислотно-основной состав крови, поскольку это чревато развитием гиперкапнии и ацидоза у пациента, что еще в большей степени может усугубить показатели гемодинамики. В случае, если легкие пациента раскрылись на таком высоком положительном давлении в конце выдоха у пациента, и давление плата в дыхательных путях за счет расправления альвеолы у нас снизилось и составило 25 см водного столба и меньше, мы сможем дыхательный объем у данного пациента увеличить до 5 мл на кг. Вместе с тем, мы должны частоту дыхательных движений, соответственно, снизить. Мы возвращаемся к 350 мл и к частоте дыхательных движений 20. На этом фоне, если у пациента стабилизировались показатели артериальной сатурации, если на этом фоне у пациента не повышается давление плата, сохраняется давление плата ниже 25 см водного столба, мы можем вернуться к дыхательному объему, который у нас составлял 420 мл. Это более мягкая вентиляция больного, и она не требует такой выраженной седации и миорелаксации, нежели вентиляция, которую мы проводим с низкими дыхательными объемами. В первую очередь мы должны стараться уйти от высоких концентраций кислорода у пациента. Поэтому, если мы достигли целевых точек сатурации 88-95%, то фракцию кислорода можно снижать. При этом желательно оставить прежний уровень ПДКВ у пациента, для того, чтобы открытые альвеолы оставались открытыми. Если на фоне такой концентрации кислорода показатели сатурации артериальной крови остаются стабильными, мы можем уменьшать положительное давление в конце выдоха. Но в первую очередь мы должны уходить от высоких концентраций кислорода. Если у нас стабильно снизилось давление плата до 25 см водного столба, на фоне дыхательного объема, который составляет 6 мл на кг идеальной массы тела, стабильные уровни сатурации 88-95, мы начинаем пошагово снижать фракцию кислорода во вдыхаемой смеси. После того, как мы достигнем фракции кислорода 40% во вдыхаемой смеси, мы можем пошагово по 1 см водного столба уменьшать уровень положительного давления в конце выдоха, при этом внимательно мониторируя показатели сатурации. По 1 см на фоне фракции кислорода 40% мы снижаем положительное давление в конце выдоха. Целесообразно на фракции кислорода 40% снизить положительное давление в конце выдоха до цифры 8. Если на этом фоне показатели сатурации больного остаются стабильными, в пределах целевых значений мы снова уменьшаем концентрацию кислорода в воздушной смеси. Фракцию кислорода в кислороде в воздушной смеси у вентилируемого пациента оптимально снизить до цифр 30%. После этого положительное давление в конце выдоха пошагово по 1 см вниз необходимо снижать до цифр 5-6 см водного столба. Для того, чтобы открытые альвеолы оставить открытыми. Ни в коем случае положительное давление в конце выдоха не нужно снижать до отметки 3-2-1-0. Следующим шагом мы рассмотрим вентиляцию по давлению. Мы переключаем аппарат на вентиляцию у пациента по давлению. Она более комфортна для пациента. Она более безопасна в плане равномерного распределения кислорода в воздушной смеси. И давление на вдохе, как пиковое, так и давление оплата, будет более низкое, чем при вентиляции по объему. Но здесь очень важно учесть следующий момент. Мы должны внимательно мониторировать как показатели объема вдоха, так и показатели объема выдоха. Поскольку уже дыхательный объем будет производным от создаваемого аппаратом давления. Поэтому в контрольной панели мы выводим дыхательный объем пациента. Возьмем того же человека ростом 1,80 м с идеальной массой тела 72 кг. Для того, чтобы создать дыхательный объем, безопасный, протективный дыхательный объем 6 мл на килограмм, мы должны достичь 420 мл. Поэтому мы корригируем давление и приводим его в соответствии с желаемым дыхательным объемом. Но очень важно постоянно мониторировать эти показатели, поскольку в зависимости от того, как расправляются легкие, есть ли перегибы эндотрахеальной трубки, есть ли влага в контуре, вот эти дыхательные объемы могут значимо изменяться. В вентиляции по давлению такой же принцип открытия легких, такой же принцип управления оксигенацией, как и в вентиляции по объему. Поэтому тоже мы внимательно смотрим за показателями дыхательного объема и минутного объема дыхания у пациента. Достигаем целевых значений 420,7,1, управляя уже давлением. Важно помнить, что полностью корректную оценку минутного объема дыхания аппарат может предоставить вам через одну минуту. Поэтому очень важно дождаться вентиляции, которая создается в течение одной минуты, чтобы оценить, подаем ли мы больному адекватный минутный объем дыхания. В отличие от вентиляции по объему, пиковый поток создает дыхательный аппарат, и у нас нет уже паузы вдоха, а есть время вдоха. Причем, чем больше будет время вдоха, тем это благоприятнее для легких. Вентиляция будет происходить более равномерно, и в поврежденные альвеолы будет поступать кислорода-воздушная смесь. Поэтому в данном случае мы можем время вдоха удлинить, достичь соотношения 1 к 2. Точно так же мы увеличиваем уровень положительного давления в конце выдоха и уровень фракций кислорода-воздушной смеси, если показатели оксигенации у пациента неудовлетворительные. В плане безопасности пациента при искусственной вентиляции легких очень важно отстроить сигналы тревог и пределы тревог. Это, собственно говоря, безопасность пациента и безопасность вентиляции. В большинстве аппаратов пределы тревог самые различные, но перечень тревог одинаков в аппаратах искусственной вентиляции легких. Итак, первый очень важный параметр – это частота дыхания пациента. Ее необходимо устанавливать на 10 вдохов больше, нежели у вас задана частота дыхания. То есть, если мы вентилируем пациента с частотой дыхания 16, мы должны установить предел тревоги по частоте дыхания 26 вдохов в минуту. Следующий очень важный параметр, особенно при вентиляции по давлению – это низкий дыхательный объем, поскольку в данном случае дыхательный объем является производным от давления. Поэтому низкий дыхательный объем, эту тревогу, мы выставляем на 15% меньше заданного нами дыхательного объема. То есть, у нас целевой дыхательный объем 420. Если мы отнимем 15% от 420, мы получим цифру 350. Поэтому мы выставляем алярм по низкому дыхательному объему на цифру 350. Если легкие больного станут жестче, если скопится влага в шлангах дыхательного аппарата, если будет перегиб дыхательной трубки, аппарат вам сразу же просигнализирует о том, что дыхательный объем снизился, и доктор должен предпринимать какие-то решения в контексте своих действий. Еще один важный параметр при вентиляции по давлению – это высокий дыхательный объем. Легкие пациенты могут расправиться за счет того, что мы раскрыли альвеолы, и дыхательный объем станет чересчур высоким, вызывая перерастяжение альвеол и их, соответственно, вероятность развития волюма травмы. Поэтому мы должны при установке предела тревог по высокому дыхательному объему установить его на 15% выше от заданного дыхательного объема. И эта цифра будет составлять 480 мл. Поэтому здесь мы выставляем 490 мл. Следующий показатель – это сигнал тревоги по низкому дыхательному объему. Точно так же по низкому минутному объему дыхания. Точно так же, как и при дыхательном объеме, мы выставляем эту цифру на 15% меньше от заданного дыхательного объема. И эта цифра будет составлять 6 литров в минуту. Следующая важная тревога – это низкий минутный объем дыхания. И цифру низкого минутного объема дыхания мы выставляем на 15% ниже целевого минутного объема дыхания. И в нашем случае это получится 6 литров в минуту. Высокий минутный объем дыхания. Точно так же, как и при установке предела тревог дыхательного объема, мы его устанавливаем на 15% больше заданного минутного объема дыхания. И в нашем случае эта цифра составит 8 литров в минуту. Очень важный в контексте разгерметизации дыхательного аппарата параметр тревоги – это низкое пиковое давление. Низкое пиковое давление следует выставлять на 10 см ниже пикового давления, которое наблюдается в данный момент на мониторе аппарата. Оно должно составлять примерно 8-10 см водного столба. Высокое пиковое давление. Высокое давление в дыхательных путях приводит к повреждению легких и к развитию волюма или баротравмы. Считается, что высокое пиковое давление должно быть на пределах от 35 до 40 см водного столба. Низкий уровень положительного давления в конце выдоха должен составлять 3 см водного столба. И интервал апноэ в зависимости от тяжести пациента, в зависимости от нарушений его оксиенации, можно установить от 15 до 20 секунд. Мы вам желаем удачи в работе, какой бы сложной она ни была. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова